OpenAI наконец-то выкатила свою собственную модель преобразования речи в текст. И это уже событие само по себе. По крайней мере, пока она доступна для бесплатного тестирования в демо-режиме. И пока Eleven Labs напрягается, запускаем, слушаем и оцениваем. Итак, еще раз повторюсь. Пока это тестовая версия, которая демонстрирует возможности модели преобразования текста в речь, GPT-4O Mini TTS. Но даже в тестовой версии вы можете добавлять свой текст, озвучивать его и скачивать. Для разработчиков доступен готовый шаблон кода с установленными настройками, что облегчает интеграцию моделей в собственные приложения. Подробно можно ознакомиться, нажав на команду Start Building вверху. Какие ключевые особенности OpenAI FM? Ну, во-первых, сервис предлагает 11 разных голосов, каждый со своими уникальными характеристиками, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Далее, стиль озвучки. Вайп. Существуют уже готовые пресеты, с помощью которых можно задавать тон, эмоции и акцент речи. А можно, в принципе, написать свой промпт и добавить изюминку к уже имеющимся голосам. Поддержка нескольких языков. Заявлено, что OpenAI FM поддерживает более 100 языков, включая русский. Забегая вперед, скажу, не во всех вариациях голос плюс стиль он звучит естественно и без акцента. Но найти хорошее сочетание определенно можно. И самое главное, по крайней мере пока, это абсолютно бесплатно и не требует регистрации. Ну, давайте пока попробуем то, что нам предлагает сервис. Сказка на ночь в исполнении Коралл на английском языке. Звучит, как по мне, огонь. Пусть теперь мужчина почитает. Слышали? Даже вдохи есть для естественности. Круто. Но это он сам предлагает, значит, уже отточено. Давайте озвучим свой текст. Для начала на родном для платформы английском. Обратите внимание, что озвучить за один раз можно до тысячи знаков. Я подчеркиваю, за один раз, потому что файлы можно скачать и смонтировать вместе. Получается времяемко, но считай безлимитно. Попробуем другой голос. И стиль дружелюбный, приветливый. Еще один голос для теста, и стиль тоже поменяем. С английским понятно, тут максимально уверенно. Теперь давайте потестим русский язык. Взял небольшой отрывок из Бунина. Господин из Сан-Франциско. Может, этот текст будет ближе для OpenAI. Стили, конечно, можно менять. Если нажать на кнопку «Обновить», они будут предлагаться рандомно. Много повторений, но попадается и что-то новенькое. Ну, давайте оставим приветливый, но голос попробуем новый. Здесь сложнее. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие долгое и комфортабельное. И мало ли еще на что. Для такой уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а, во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. Какой-то едва уловимый акцент есть, но в целом, уверенно. Сохраним. Скачивается, кстати, в формате WAV в хорошем качестве. Теперь попробуем свой промт для стиля. Для этого идем в чат GPT. Даем ему пример промта из сервиса и просим сделать такой же, но другой. Ну, например, пусть он поговорит как пират. Теперь вставляем промт в описание стиля и слушаем. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие долгое и комфортабельное. И мало ли еще на что. Для такой уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а, во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. Эмоции, безусловно, изменились, но не все так, как хотел. Голос все-таки базовый и сильно править его не получится. Попробуем еще раз изменить промт. Более размеренный голос, задумчивый такой старец. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие долгое и комфортабельное. И мало ли еще на что. Для такой уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а, во-вторых, только что приступал к жизни. Хрипотцы добавили, но если голос изначально не старца, то, конечно, описанием стиля мы его не изменим. По крайней мере, пока OpenAI FM – это скорее тестовая площадка, чем полноценный сервис. Что будет дальше, как он изменится, покажет время, но следить за этим определенно интересно. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков – Теплица социальных технологий.